Потому что здесь мы, видите, в масках, в перчатках работаем. Поэтому, естественно, просто уважительное отношение. Чисто, аккуратно раскапываем, аккуратно складываем, аккуратно изучаем. В лаборатории тщательно очищаем их кости. Ну и определяем на хранение. Вот мы маркируем кости, конечности, таза. Ну, все по отдельности, по индивидам. То есть отдельно этот индивид, сейчас мы его убираем. Потом следующий взрослый индивид и третьего ребенка тоже отдельно. Все будем отдельно паковать и стараемся, чтобы не было путаниц все кости. Там кости и ступни, ну, вы видите, там 20 с лишним костей, да, в одну ступню. Ну, вот, соответственно, мы отдельно снимаем. Отдельно, ну, все, маркируем, чтобы это никогда не было утрачено, чтобы, ну, всем даем адреса Лавану Дейзер, инхоз, покрепение 1, индивид 1, левая рука кости, левые руки, допустим, да. Ну, возможно, какое-то отношение имеет китайское археологическое. Но это тоже спорный вопрос. Забайкальские памятники, они чем-то, как бы, сходные, имеют какие-то общие счеты с китайской культурой, которые выделены для приангарии. Ну, и отличий, опять же, очень много. Поэтому, ну, какие-то искусства есть, возможно, уродственные связи тоже. Единственное, мы можем говорить о расовой принадлежности. Ну, на первый взгляд, это монголоиды. Но более детальный анализ палеоантропологический покажет, какому конкретному типу они относятся. То есть, внутри большой расы монголоиды есть, ну, как подтипы-типы. Ну, вот какому конкретному типу. Ну, 70 лет назад, кто жили у нас? Ченисхан 13 лет назад, да? Ну, примерно, вот как бы. Ну, как бы, мы имен назвать не можем, это же добизменная история. Это каменный ветер, поэтому никаких имен, вот только вот бессмолдные свидетели. Что там монголоидные расы, это что там? Череп, зубы, что свидетельствует об этом? Ну, обычно это вот резцы, передние резцы. Ага. Плоские, лопаточка видна. Ну, вот форма черепа. Обычно у эфорпиоидов череп, грубо говоря, вытернутый, более вытернутый. А здесь он ширит, да? Ну, не то, что ширит. Менее вытернутый, просто. Снорный, ром. Снорный. Продолжение следует...